Однако для эффективного применения этих вооружений нужны высококвалифицированные расчёты и экипажи. То есть нужно, чтобы у нас были люди, которые готовы работать на этой технике. Эффективность применения будет прямо зависеть от личного состава вооружённых сил, от уровня их подготовки и, в первую очередь, от качества боевой учёбы. Здесь нужно использовать все имеющиеся ресурсы, в том числе современную тренажёрную базу допризывных организаций, военных вузов, учебно-методических центров и полигонов. Работать в этом важнейшем направлении сообща должны и Министерство обороны, и власти субъектов Федерации. Также подробно поговорим об этом сегодня. В тесном взаимодействии федеральных и региональных органов власти нужно решить ключевую задачу. Обеспечить комплектование вооружённых сил подготовленными, обученными людьми, подготовленным и обученным личным составом. В том числе имею в виду части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов. Именно на решение этой задачи был направлен опубликованный на днях указ об установлении штатной численности вооружённых сил. Он вступит в силу с 1 декабря текущего года.